В последнее время в связи с агрессивным поведением российских властей, которые стягивают войска к границам Украины и выдвигают ультиматумы странам НАТО, с требованием не принимать туда нашу страну, не только в Украине, но и в мире оживилась дискуссия о том, сможет ли Украина стать членом НАТО и вообще, нужно ли нам туда вступать. Еще в 2019 году курс Украины на вступление в Североатлантический Альянс был закреплен в Украинской Конституции. Однако до сих пор значительная часть наших граждан, а также пророссийские политические силы выступают против вхождения в НАТО и утверждают, что это Украине ничего не даст, а только разозлит Россию и приведет к новой волне противостояния с ней. В самой же России открыто грозят Украине военной агрессией в случае дальнейшего сближения с Альянсом. Мы считаем, что абсолютно необходимо добиться того, чтобы Украина никогда, никогда-никогда не стала членом НАТО. На предстоящем саммите в Мадриде мы бы хотели, чтобы там заявили, что Украина и Грузия никогда не вступят в НАТО. Что же такое НАТО и зачем это нужно Украине? Североатлантический Альянс был создан в самом начале Холодной войны, когда над Западной Европой нависла угроза экспансии коммунизма. После окончания Второй мировой Советский Союз взял под контроль Восточную Европу, и это сильно напугало Западное государство, которые стали искать способы защититься от новой угрозы. Вначале Оборонительный Союз заключили европейские державы, которые в 1948 году подписали Брюссельский пакт. Но даже после этого европейцам было понятно, что силы не равны, и противостоять Красной Империи на равных они все еще не могут. Поэтому через год, 4 апреля 1949, европейские государства уговорили присоединиться к их Союзу, Канаду и США. Именно эта дата и является днем рождения Североатлантического Альянса. Изначально договор подписали 12 государств. В начале 50-х в НАТО приняли Грецию и Турцию, а в 1955 году – Западную Германию. Впоследствии НАТО продолжало расширяться и принимать все новые и новые державы, и этот процесс расширения Альянса продолжается до сих пор. Это очень важное обстоятельство. Сегодня российские власти стали резко выступать против расширения НАТО, утверждая, что это расширение несет угрозу России и Москва никак не может с этим мириться. Но сама история Североатлантического Альянса доказывает, что ничего нового или экстраординарного сейчас не происходит. НАТО расширялась всегда и принимала в свой состав новые государства и в 50-х, и в 80-х, и в 90-х, и в 2000-х. И на Россию за все это время никто так и не напал. Совершенно очевидно, что Кремль выступает против расширения НАТО вовсе не потому, что видит в этом для себя какую-то угрозу и всерьез верит, что НАТО может атаковать ядерную державу. Все как раз ровно наоборот. Кремль сам рассматривает соседние с Россией государства как объект потенциальной агрессии. А вступление этих государств в НАТО возможность такой агрессии для Кремля уже исключает. После распада СССР Россия осуществила прямую агрессию в отношении Украины и Грузии, захватив часть территории этих стран. Еще с начала 90-х россияне по факту также контролируют часть территории Молдовы. А в самом начале 2022 года российская армия вошла в Казахстан. И хотя произошло это по приглашению официальных властей, законность такого решения очень сомнительна. Абсолютно понятно, что в этом случае, если бы соседние государства были членами НАТО, Кремль не мог бы действовать в их отношении так нагло и бесцеремонно. И именно поэтому сегодня Путин так агрессивно требует от НАТО гарантий не расширяться на восток и не принимать в свой состав Украину. Все доводы Кремля о том, что приближение НАТО к границам России якобы ей чем-то угрожает, просто фикция. Еще в 2004 году в НАТО были приняты три бывшие советские республики. Латвия, Эстония и Литва, которые географически находятся к Москве даже ближе, чем Украина. А с Санкт-Петербургом вообще расположены по соседству. Однако тогда Москва не протестовала и никаких ультиматумов не выдвигала. Сегодня же российские власти делают угрожающее заявление, что вступление Украины в НАТО может привести к войне. Таким образом, банально запугивая украинцев и пытаясь сделать идею вступления в НАТО непопулярной среди наших сограждан. Но на самом деле, пример тех же балтийских государств наглядно показывает, что все как раз ровно наоборот. В тех странах, которые в НАТО вступили, все спокойно. Там не появляются зеленые человечки и никто не ставит под сомнение их территориальную целостность. А вот те страны, которые в НАТО не состоят, как раз в разное время сталкивались с российской агрессией в той или иной форме и теряли свои территории. Отсюда следует простой и очевидный вывод. Вступление в НАТО, скорее всего, удержит Москву от агрессии. А вот невступление от нее точно не спасет. Именно поэтому вопрос членства в НАТО для Украины является не просто вопросом цивилизационного выбора, но и вопросом банального выживания. Згідно с п'ятою статей договора КТА, если есть напад на одну из стран НАТО, это автоматично означает напад на все страны НАТО. То есть это такая коллективная безопасность. Конечно, что маячи такого соседа, как Российская Федерация, поряд с нашими кордонами, нам нужно себя обеспечить. Так и за 70 лет не было, фактически, нападу на страны членов НАТО. Була терористическая атака, 11-9-1-го на США. И именно поэтому были проведены операции в Афганистане. Но фактически, военно-агрессии с боку других стран не было. И именно это говорит о том, что это все-таки безопасный альянс. И мы видим, что есть провокации с боку Российской Федерации, что до страны Балтии, например. Но вместе с тем, у них нет, на счастье, таких проблем, как у Украины с Российской Федерацией. Потому что они понимают, что Российская Федерация понимает, что если она вдастся до агрессии, прямой агрессии военно-агрессии, то отримает ответ от 30 стран Альянса. По данным социологического опроса компании КМИС, который был проведен в декабре 2021 года, почти 60% граждан Украины поддерживает вступление страны в НАТО. И число сторонников присоединения к Альянсу постоянно растет. Для сравнения, до аннексии Крыма в 2013 году вступление в НАТО поддерживало менее 20% украинцев. Такая динамика означает, что жители Украины объективно оценивают сложившуюся ситуацию и осознают угрозу, которая исходит от восточного соседа. И винить в этой ситуации власти Российской Федерации могут только себя. Ведь своими действиями Россия просто не оставляет другого выбора своим соседям, кроме как искать защиты в оборонительном союзе с другими государствами. И если эта политика будет продолжаться, можно не сомневаться, что государство, желающее вступить в НАТО, в ближайшее время не закончится.